О судьбе 15-летней Ольги Шметовой можно снять целый сериал. 9 лет назад, приехав на каникулы к бабушке в Черкесске из Украины, девочка так и не смогла попасть домой. Обстоятельства сложились так, что мать Ольги оказалась в больнице и не смогла к назначенному времени забрать дочь. А потом нестабильная политическая ситуация в Украине и вовсе разделила жизнь семьи на до и после. Спустя 9 лет мать нашла Ольгу, и в аппарате, уполномоченного по правам ребенка Карачаева Черкесии, состоялась приятная церемония по передаче Ольги матери. Репортаж Мадины Каракетовой. Оля Шметова не видела свою семью 9 лет. Если раньше связь как-то поддерживалась посредством переписки, то последние 4 года она прервалась. И подросток всерьез опасался, что с ее матерью могло случиться несчастье в связи с военными действиями на Украине. Но вот случилось чудо, и буквально через несколько минут Ольга и ее мама встретятся вновь. Ирина Шметова заметно волнуется. Она вот-вот увидит свою дочь. Встреча предшествует беседы с уполномоченным по правам ребенка в Карачаевой Черкесии и представителями органов опеки проверка документов. Я долго дочку не видела. Писала письма, ответа не получала. Как война началась, в последний раз общались и все. Конечно, я волнуюсь, переживаю, как встретимся. Долгой разлуке с дочерью предшествовали множество событий. 9 лет назад Ирина привезла Олю в Черкесск на зимние каникулы к биологическому отцу. Но вернуться за дочерью так и не смогла, поскольку тяжело заболела. Восстановление заняло больше времени, чем предполагала женщина. Но все это время мать и дочь не прекращали переписку. Пока в 2014 году на Украине не начался вооруженный конфликт. У меня не было номера телефона, единственный адрес. Но письма, ответы на письма не приходили. Писала я в 2015-м году, в 2016-м. Думала, не доходили. Или не отвечают. А это уже были военные действия? Да, да. Это были военные действия. Тогда было у нас очень тяжело. И думала, может, не доходили. Спустя 6 лет безызвестности Ирина наконец получила долгожданную весть о дочери. Девочка находилась в реабилитационном центре «Надежда» в Черкесске. Она является гражданкой Украины. Ольга Шемет является гражданкой Украины. Она проживала у папы. Папа тоже не гражданин России. И поскольку не были установлены все соответствующие документы, мы вынуждены были забрать ребенка и определить центр «Надежда». Предстояла нелегкая работа по установлению личности девочки, восстановлению ее документов, поиску ее семьи на Украине. И когда ее мама нашлась в Луганской народной республике вследствие неимоверных усилий у полномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Натальи Бондаренко, ее первой заботой было как лучше, тактичнее сообщить Оле долгожданную, шокирующую приятную новость. Когда помощники передали Наталье Бондаренко, что Олю привезли представитель центра «Надежда», ее мама Ирина даже не могла шелохнуться от волнения. И вот он, долгожданный момент. Вообще, когда последний раз я ее видела, у нее были волосы длиннее, чем сейчас. У нее был другой цвет волос. Она была выше, чем сейчас. Оля признается, что испытывает настолько смешанные чувства, что даже не способна их описать. Когда я попала в центр, мне дали номер моей мамы. Только здесь я узнала, что моя мама вообще жива. То, что они умерли, нам так сказали. И я вообще даже не знала, что с ней. Я очень переживала насчет этого. Когда мне в центре «Надежда» сказали, что моя мама жива, дали мне ее номер, я была очень счастлива, потому что я вообще не знала, что с ними. Я была очень рада тому, что увижу маму, брата. Я их не видела очень долго. Я их не видела 9 лет. И такое счастье, что с ними все хорошо. Беседы проведены, подписи поставлены, нюансы улажены. И уже через несколько дней Ольга и ее мама будут дома, на Украине. И для подростка начнется совсем новая жизнь. Помню первую нашу встречу, когда мы обе плакали. И сейчас опять плачем. Но я думаю, что это теперь слезы радости, это не слезы горя. Хорошо? Расти на радость маме, общайся с братом, это самый родной и близкий твой человечек. Цени каждую минутку нахождения вместе с семьей. Хорошо? Впереди Ольгу Шеметову ждет новая школа, знакомство, новая жизнь. Она планирует когда-нибудь вернуться в Россию и, возможно, стать гражданкой страны. Посвятить себя защите прав детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Посетить Карачаево-Черкесию, где прошли 9 лет ее детства. Где остаются ее детские друзья, места, ставшие уже любимыми. Но сейчас ей предстоит самая важная миссия. Снова стать родной, в своей же семье. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.